В этом видео хочу поговорить об игре Genshin Impact Рекламное видео, если что У каждого путешествия есть начало, так почему бы не сегодня Скачивай Genshin Impact Бонус промокода видео Бля, ну, не, ну, а мне я заранее маразм писал Насчет этого, просил там мемов накидать и прочего Не, 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 я не имею ничего против У маразма, маразм не игровой блогер, пусть рекламирует чехочник Выберите персонажа Пусть будет этот Пусть ваше имя будет известно, введите имя Ну, как вы могли догадаться, мне тут даже думать много не надо Здравствуй, меня зовут Денис Странное имя, ты не из этих краев, да? Вообще согласен, имя-то это везде странное Итак, многие попросили в комментариях снять обзор на безумно популярную мобильную игру Да и не только мобильную Genshin Impact Сколько слез и соплей было из-за нее пролито Сколько мемов с этой игрой ходило Честно, так как последние года три я в принципе довольно мало играю в мобильные игры Ведь, как я уже и говорил, для меня мобильный гейминг умер еще в году девятнадцатом Когда годные проекты стали массово вытесняться донатными помойками То, соответственно, про Genshin я думаю точно так же Что если игра популярна, значит 100% это донатная помойка для детишек Плюс ко всему меня никогда особо не притягивал вот такой мультяшный гейминг с аниметяночками Но вы своими комментариями меня все же умовали скачать эту игру И, во-первых, разобраться, почему она настолько популярна А во-вторых, ответить на главный вопрос Genshin это очередная донатная дарфельня Или же все-таки годный продукт Так, надо разобраться Геншин Эмпакт это приключенческая игра с открытым миром в жанре экшн-рпг Выпущена она была в 2020 году И вмиг обрела просто бешеную популярность Как среди школьников, так и среди более взрослых геймеров Да настолько, что даже в боте для знакомств да винчик Люди ищут не вторую половинку, а компанию для мультиплеера Чем же, по моему мнению, вкратце эта игра привлекла игроков? Ну, во-первых, большим красочным открытым миром Достаточно захватывающим геймплеем Ну и, конечно же, увлекательными историями Изучая которые, не замечаешь, как Бля, я просто представляю, как криджевал сам маразм Когда писал эту хуйню, сука Мне его так жалко Но, наверное, вы заплатили пиздец, как много Пролетают часы Мир игры называется Тайват И он разделен на 7 регионов И каждый уголок этого мира продуман просто до мелочей Каждый регион пропитан своей неповторимой культурой Отражаемой в архитектуре, местных обычаях и разнообразии персонажей И давайте узнаем, донатная ли это помойка или нет До этого в Genshin я никогда не играл И знал о существовании этой игры чисто из мемасов И по постоянным просьбам сделать по ней обзор Причем просьб было столько, будто Наконец-то просьбы были услышаны Это вообще единственная игра в мире И так как Genshin это бесплатная игра Я ожидал, что не успеет у меня прогрузиться меню Как весь экран заполнит десятки предложений о донатах Что в игре очень многим не нравится Вообще говорят, что один из главных минусов этой игры Это якобы лютая монетизация Но давайте посмотрим на этот вопрос со всех точек зрения Есть ли в игре донаты? Конечно есть, как и в любой бесплатной ААА игре А чего вы ожидали? Это мир капитализма, в котором скоро воздух будет монетизироваться И вот что лично я увидел по донатам Большая часть доната это стандартное кручение рулетки На выбивание нового крутого персонажа или оружия Что вообще уже есть почти в каждой мультиплеерной игре Также в игре есть подписка полой луны, дающая игрокам примагемы Которые служат для облегченного изучения игрового мира Каждой триполой игре Сука Не, окей, окей, окей Типа, я, ну, блядь Ну, да, окей, ладно Бля, блядь, а слушайте, а вы хотели бы, чтобы я сделал тоже рекламное видео по геншу? Ну, типа, я могу договориться Представьте, какой пиздец будет Комство с игрой Не, не, рекламные по ZZZ Платили донаты такие на самом деле Вот давайте реально поразмышляем Представьте, что вы игровой издатель и выкатываете на рынок абсолютно бесплатную кроссплатформенную игру Над которой была проделана огромная работа Первое, что поражает в игре, это карта, площадь которой превышает 5900 футбольных полей Да вы просто на неё посмотрите, пока её пробежишь от одного края до другого, уже GTA 7 выйдет Второе, на что нельзя не обращать внимания, это большой проделанный труд над игровым миром Он невероятно детализирован Да не, я думаю, от меня отпишется, блядь, половина подписчика Что меня ещё порадовало, это очень глубокое взаимодействие с окружающей средой Как будто я в Assassin's Creed попал И это никогда не на... Вы знаете, что я большой любитель японских игр, особенно экшн-рпг И ZZZ, как ни странно, я думал, что это будет донатная помойка Но оказалось, что это действительно очень классная игра Я не ожидал подобной увидеть на телефоне И да, здесь есть донатная гача Но она же есть сейчас во всех играх в при... По пути от одной сюжетной миссии к другой Приходится разгадывать различные интересные головоломки Когда я только первый раз её запустил Нет, я не буду спорить Я запустил её на iPhone 15 Pro Max Который сейчас как бы является флагманом И на котором эта игра запу... А ZZZ я уже пререкламировал, у меня уже была интеграция Пускается в высоченном качестве и в 120 фпс И я на минуточку задумывался, а я точно вообще в мобильную игру играю? Обычно подобные зарисовки я видел только во всяких помойных рекламных роликах Которые являются лишь байтом на скачивание очередной низкопробной игры А в самой игре этого и близко нет А тут как бы это всё есть И вот создав такую игру, в которую вы вложили много труда Стали бы вы выпускать её на рынок полностью бесплатно И без возможности на ней зарабатывать? Конечно нет Вообще, как по мне, этот вопрос про монетизацию игр странный Открою секрет Всё, что вас окружает, создаётся лишь с целью заработка И что-то я не вижу людей, которые в магазине матерятся за то, что продукты бесплатно не раздают Да, есть, конечно, случаи, когда издатели игр реально борзеют с монетизацией То есть, когда у тебя... Но Геншин, это не тот случай Здесь весь контент можно выбить бесплатно Рекламные видосы выскакивают после каждого нажатия кнопки паузы Или когда донат существенно влияет на игровой процесс Но в Геншине в этом плане всё относительно цивильно На игровой процесс донаты особо сильно не влияют Ну, влияют, конечно, только если вы хотите проходить игру за пятизвёздочных сексуальных девочек Как Кларинда или Фурина Которых не получится легко выбить Но ещё раз подумайте, выпускали бы вы на рынок игру, а потом тратили огромные деньги на её постоянное содержание На поддержку серверов, на исправление багов Без какой-либо возможности заработка Тогда вообще смысл просто так что-то делать А что меня прям рассмешило, кто-то вообще жалуется на некрасивые города в игре Я думаю, чё, блин, вы просто посмотрите, какие в игре города Над поселениями целые команды архитекторов работали Каждый город имеет свой уникальный стиль архитектуры, культуры, обитателей Что как раз-таки и делает их запоминающимися Теперь больше вот таких чисто субъективных плюсов от меня Почему, по моему мнению, игра стала настолько популярной Что меня зацепило, так это детально проработанные персонажи Каждый... Да из которых имеет свою богатую предысторию Чего вообще не встретишь в большей части мультиплеерных игр Да и одиночных тоже Например, из Assassin's Creed Valhalla, которую я прошёл два года назад Я вам ни одного персонажа по памяти не назову К примеру, Делю Не верим Это... Тяжело Дед, от последней деньги я тебя молю, сделай рекламный обзор Я не знаю, дружище, я не знаю Посмотрим, если представится возможность Тяжело Плавноговорящий и харизматичный пиромант Его история начинается с того, что он потерял своего брата В результате нападения дракона и поклялся мести И от знания чувств боли от потери близких Он стремится защищать манштадт и всех его жителей от любых угроз Несмотря на огромные риски самому погибнуть в бою В игре просто огромное количество персонажей, за которых можно играть Большое количество оружия и крутых анимационных эффектов во время боя На которые смотрят разработчики смут и офигевают, что так можно вообще делать Я лично вообще офигел, когда узнал, что огромная часть игроков играет в геншин Только чтобы побегать за новых героев и полюбоваться ими Так скажем, похвалиться перед корешами Следующие вещи, которые много игроков приписывают к минусам Это повторяющиеся задания и отсутствие глубокого взаимодействия с другими игроками Уж не знаю, какое глубокое взаимодействие все эти люди хотят Но игровое взаимодействие в кооперативе и мультиплеере достаточно хорошо проработано Вообще, хз, кто эти минусы придумал? Опять же напомню Бля, мне нравится Типа, не, я опять же не даю выставу раз Потому что, бля, его заблотили, бля, ебать, сколько теней Ну, типа, у него только вот это вот вступление Там видно, что он сам играл на русском Все остальное видно, что это не его геймплей, бля Помню про дайвинчик Кооператив настолько развит, что люди даже там ищут себе корешей Такие классные квесты, наверное, я не видел Для каток В дайвинчике, мать его В геншике удобно создавать команды для совместного исследования мира и миксфайта с боссами В игре скучно никому не будет Абсолютно случайные люди могут стать твоими лучшими друзьями Я вот, когда играл на начальном уровне, не мог понять, как завалить крупного босса И мне сразу несколько более опытных игроков выразили желание помочь Есть некое ощущение, что ты не в игре, а в реальности Хотя в реальности хрен тебе кто поможет Еще одним из самых уникальных и увлекательных аспектов игрового процесса являются системы боя стихий В этой системе каждый персонаж обладает связанным с элементом стихии Огонь, вода, электр, лед и много других Что позволяет игрокам комбинировать различные способности и создавать мощные комбо-атаки Ну вот от боевки, честно сказать, в игре я прям конкретно так охренел Опять же повторюсь, я задал себе вопрос, я точно в мобильную игру играю? Можно собирать команду до четырех персонажей Каждый из которых может использовать свои уникальные способности и элементы стихий Комбинирование различных элементов позволяет создавать реакции стихий Такие как взрывы, замораживания, оглушения, что придает боям стратегические элементы Можно очень удобно переключаться между персонажами И адаптировать свою стратегию к текущей ситуации противникам Например, можно использовать огненного персонажа для размораживания врагов А следом электрического персонажа для проведения электрических ударов через воду И такая крутая система комбинаций различных персонажей и магических элементов Создает большее разнообразие и глубину в боевой системе Отчего будет постоянное желание вступать в битвы, потому что система не дает заскучать В отличие от Смута, где боевка такая Ну да, если сравнить любую игру со Смутой Будто ее за пять минут до выпуска игры придумали с нуля Блин, что-то мне надоело про Смута упоминать Но что меня больше всего впечатлило На что даже я не сразу обратил внимание Это музыкальная составляющая А вот эта песня это просто огонь Я ее даже в вылез с себя добавил Музыка просто потрясающая Один из самых примечательных аспектов игры О чем говорят все блогеры и стримеры Музыка не только игр... В Геншине ультрапасосная музыка, блять Ноль из десяти Китайцы через чат GPT, блять, музыку захуярили Там, напиши мне симфоническую музыку Не, в Геншине ультра уебищная музыка Серьезно, китайцы в музыке вообще не шарят Играет фоном, а создает нужную в моменте атмосферу И углубляет вовлеченность в игру Музыка в Геншине написана с большим вниманием ко многим параметрам Например, чтобы подешевле была Либо у вас идет бой, либо вы просто гуляете Она меняется в зависимости от ситуации и усиливает нужное настроение Подчеркивает драматичность сюжетных сцен Усиливает впечатление от путешествий по локациям И создает атмосферу загадочности и волшебства Настолько разрабы запарились с музыкой Что каждый регион в игре имеет свою уникальную музыкальную тему Отражающую его атмосферу и характер В азиатском сегменте фанаты даже предлагали отдельно выдать премии музыкальным композиторам игры Так как музыка это один из... Ну их нахуй погнали просто, этих долбоебых Самых главных вкладов в популярность Геншина На данный момент в Геншин играет 60 миллионов человек Не, музыка в Геншине, ну объективно говно Пятая часть, кстати, из которых в России Игра есть просто на всех возможных платформах На ПК, на Android, iOS, PlayStation 4 и 5 А в Твиттере эта игра была вообще самая обсуждаемая Бля, слышу эту музыку, у меня просто флешбеки насчет того, насколько скучно в это дерьмо играть Видеоигрой 2021 Даже в Смуте, не иронично в Смуте лучше музыка Еще погодите, давайте заценим саундтрек Смуты для сравнения Вот это я понимаю Ладно, окей, давайте досмотрим А теперь приятные новости для фанатов игры и для тех, кто давно не заходил в нее Прямо на днях вышло ожидаемое многими фанатами обновление 4.7 В котором разрабы завезли кучу нового контента Новые персонажи, такие как Кларинда, Сиджвин и Сетос А помимо новых персонажей, также появятся новые события Одно из которых — сказка на ночь Дайн Слейв наконец вернется А Итер и Люмен, как фаны догадывались, снова встретятся Откройте для себя увлекательный мир, загрузив Genshin Impact через мою ссылку в описании Или отсканировав QR-код прямо на экране И не забудьте воспользоваться бонусным кодом, который подарит вам приятные плюшки для комфортного старта в игре Вот и тихем, вот спасибо за 500 рублей Этот код включает в себя 60 камней истока и 5 единиц опыта Искателя Приключений Каждое путешествие начинается с первого шага, так почему бы его не сделать прямо сейчас? Не Genshin, конкретно Genshin, я ни разу не рекламирую Genshin я никогда не рекламирую Ну поставлю маразм заслуженный лайк Я считаю, заслужил за свои мчения Субтитры сделал DimaTorzok